Любовники пустыни Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Жена Вы же сказали, что разведетесь, потому что не любите ее Конечно, нет, я люблю тебя, но она подарила мне дочь И я испытываю к ней большую нежность после стольких лет, что мы были вместе Я тоже могу вам дать все это Могу родить вам детей, если хотите Я могу дать вам все, что вы захотите Микейла, ты еще слишком молода, чтобы понять Я испытываю к ней огромное уважение Это значит, что вы не разведетесь? Нет, нет, разведемся Но сейчас я ей нужен Мы разведемся, когда ей станет лучше Обещаю Не надо мне ничего обещать Я знаю, что вы сдержите слово Что это? Я должен найти его Где полковник прячет этот проклятый ключ? Господин полковник Господин полковник ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Проклятие Надо искать быстрее, пока меня не застали Почему ты молчишь? Что здесь? Я скажу Если вы мне скажете Отчего этот ключ? Это всего лишь ключ от сейфа в моем офисе Что в пузырьке? Духи Понюхайте этот аромат Но я должна предупредить вас Он очень опасен Он убивает мужчин Сгорающих от любви Единственный аромат, который сводит меня с ума и убивает Это запах твоей кожи Как ты можешь думать о разводе, Мигель? А ведь я так люблю тебя Я всегда заботилась о тебе Я дала тебе лучшие годы моей жизни Ты не можешь оставить меня Не оставляй меня, пожалуйста Я никого так не любил А свою жену? Родители заставили нас пожениться Со временем я начал испытывать к ней привязанность Но той страсти, которую я чувствую к тебе Никогда не было Я рада, что могу сделать вас счастливым Могу изменить вашу жизнь Когда вы разведетесь, мы будем вместе всегда Знаете, о чем я мечтаю? Что у нас будет большой дом вроде этого, но без слуг Только для нас двоих Так и будет Очень скоро я получу кругленькую сумму от соглашения с Пачо Фонсека Мы будем вместе, и я сделаю тебя счастливой А зачем же ждать? Вы можете сделать это сейчас? Не стоит терять голову Эстер может проснуться Не оправдывайтесь Вы испугались Или устали? Конечно А в вашем-то возрасте В моем возрасте? Позволь доказать, что может мужчина в таком возрасте Ну что, Мигель согласился? Да, Тонио Я только сказал, что люблю Барбару И он согласился Ну как же так? Он не мог? Почему вы так говорите? Я так говорю, потому что, насколько я знаю, вот уже много лет он ненавидит вас Он изменил свое мнение? Конечно Простите Дон Хавьер Со всем уважением к вам Но вам не кажется это странным? Просто я подумал Репутация его дочери уже настолько испорчена Что он будет рад отдать ее замуж за кого угодно Тонио Меньше всего меня интересует, что говорят Я не собираюсь жениться на репутации Я женись на женщине, которую люблю Понимаете? Понятно? Да Но что говорит полковник? Что он сделает? Как он вам поможет? Он все уладит Я хочу сыграть партию в покер Вы? В покер? Не смешите меня Простите, но я думал, вы не любите азартные игры Тонио Так я могу сыграть? Можете Но вы умеете играть в карты? Послушай меня Я добьюсь всего, чего хочу Полковник Сантана у меня в руках И на этот раз я не потеряю Барбару И если дело будет за деньгами Уверяю вас, я добуду их Я очень сожалею, что вчера вас держали заперти целый день Но если бы вы вели себя спокойнее, сестра Вертудес выпустила бы вас Я привыкаю к этой комнате Потому что я буду сидеть здесь все время Этим вы ничего не добьетесь? Вы что, хотите просидеть здесь несколько месяцев? Всю жизнь? Послушайте, оставьте меня в покое Я не хочу вас слушать Я еще не в такие ситуации попадала Выпутаюсь и из этой Пусть делают со мной, что хотят Вы так любите этого человека? Очень, даже сильнее Но вам этого не понять Вы сказали, что ваша семья не одобрила вашего выбора И этот человек женился на другой женщине Но если бы вы его любили по-настоящему То боролись бы за свою любовь до конца Я была слишком молода И у меня не было вашего характера Потому что, простите, давайте не будем больше говорить об этом Зачем? Я пойду в душ Мне же нечего надеть У меня только эта одежда Забудьте об этом Может, это не очень модно Но здесь носят только это Вы что? Сошли с ума? Я не надену этого Вы настоятельница? Да, дочка Хорошо Я хочу уйти отсюда немедленно Я чувствую, что здесь ущемляют мои права свободного человека Я хочу, чтобы вы сейчас же выпустили меня Присядь, пожалуйста Спасибо, я постою Тогда я встану Я должна смотреть в глаза человеку, когда с ним разговариваю Ты очень зла На твоем месте Я вела бы себя так же Не говорите так со мной Похоже, что здесь все знают, как я себя чувствую Да, да, знают Большинство из нас прожили жизнь полную страданий Совершили столько ошибок, прежде чем узнали Бога Но я-то не совершала никаких ошибок Вы ошибаетесь? А мои родители зря думают, что заперев меня в монастыре, они меня успокоят Хорошо, хорошо, посмотрим В любом случае тебе нужно время, чтобы подумать обо всем и найти верное решение Матушка, мне не нужно время Я знаю, что мне делать Я должна быть далеко отсюда и помочь человеку, которого люблю Я понимаю Конечно, ты сопротивляешься Не можешь сидеть сложа руки Но ты не в силах что-то изменить На все воля Бога Согласна? Что происходит? Почему эта девушка расхаживает по всему монастырю? Кто ей позволил? Возвращайся в свою келью Что? В келью? Барбара заперта? Но где? В монастыре рядом с Эсмеральдой Проклятый полковник Он сделает все, чтобы разлучить нас Ему не важно, что его дочь страдает Как ей сейчас тяжело Не волнуйтесь, там ее не обидят Зная характер сеньориты Барбары Остается только посочувствовать бедным монахиням Матушка, пожалуйста, вы должны сделать что-нибудь с этой девушкой Успокойся, наконец, Вертудос Ты должна простить ее Я думаю, сидеть в заперти не самый лучший способ дисциплины Мы можем использовать другие методы Давай попробуем Я не хочу участвовать в этом Не хочу оставаться здесь Это ад для меня Хорошо Я только хочу, чтобы ты подумала над тем, что я тебе сейчас скажу Тебе нужно подумать о своей жизни Осознать, что ты сделала не так И пересмотреть свое поведение Вот увидишь Решение твоих проблем найдется само собой И ты сможешь уйти отсюда Хорошо Но при одном условии Меня больше не будут запирать на ключ Никогда Хорошо Но только если ты поклянешься мне, что не попытаешься сбежать Хорошо, матушка Даю слово Сестра Вертудос Проводите ее в комнату Пусть она оденется как надо Я не согласна, матушка Она вас обманывает Я здесь настоятельница И вы обязаны мне подчиняться Хорошо, матушка Идемте со мной, синьорита Сестра Мария Грассия Я хочу, чтобы вы показали Барбаре, как нужно одевать это платье и убирать волосы Нам придется их подрезать Они слишком длинные У нас так не принято А мне нравится А если вам нет, то это ваши проблемы И вы не прикоснетесь к моим волосам Послушай меня Я не запираю тебя в комнате только из уважения к воле настоятельницы Здесь есть свои правила Нравится тебе или нет Но тебе придется соблюдать их Барбара, тебе придется научиться сдерживать себя Хотя это и сложно Эта женщина ужасна Не понимаю, почему она такая? Она не такая уж и плохая Вот увидишь Это вначале так кажется Бедняжка Она потеряла троих детей во время землетрясения И осталась совсем одна Но, к счастью, здесь, рядом с Богом, она обрела покой Похоже, все здесь пережили какую-то трагедию Да Поэтому мы здесь Мы вместе Вот увидишь, Барбара Ты найдешь здесь свое место Нет Мое сердце далеко отсюда Господь не может быть только здесь Он в моем сердце И в сердце моего любимого Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Сегодня мы отмечаем явление Архангела Гавриила Марии Отче наш, сущий на небесах Да светится имя Твое Да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя Венга Аминь Возвращаемся к нам. 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 Дом выглядит таким пустым. Онылым без барбары. Донни Эстер целыми днями думает о ней. Мне ее так не хватает. Бедняжка. Наверное, ей тяжело. Представь, что чувствует Бустаманто. Он совсем отчаялся. Я должен вытащить его оттуда. В этой камере просто невозможно выжить. Абилардо, ты уверен, что ключ не в тюрьме? Ты хорошо искал? Может, он в столе полковника или под ковром, в вазе? Нет, нет, я везде искал. Его нигде нет. Я уверен, что этот ключ где-то в доме полковника. Ты должна найти его, Грисельда. Ты без труда узнаешь его. Это старый ключ, ржавый. Представь, что со мной сделает полковник, если увидит, что я руюсь в его вещах. Грисельда, мы должны рискнуть. Если мы не поможем Барбаре и Андресу, то никто не поможет. Мы же не допустим такой несправедливости. Хорошо, хорошо, я поищу его. Знаешь что, Билардо? Ты самый прекрасный человек из всех, кого я встречала в жизни. Я никогда не оставлю тебя. Никогда? Никогда. Грисельда, ты хочешь стать моей женой? Ты, правда, просишь меня об этом? Да, прошу всей душой. Я согласна. Согласна. Когда Андрес и Барбара снова будут вместе, мы поженимся. Хорошо? Да. В тот же день они будут свидетелями. Матушка сказала, что к тебе пришли. Тебя ждут. А мне пришли? Да, пришли. Но запомни, теперь ты должна вести себя совсем по-другому. Будь немного сдержанней. Но кто это? Что он сказал? Сказал, что он ваш друг. И пришел с новостями. Андрес. Слава Отцу Небесному. Слава во веки веков. Сестра Барбара сейчас придет. Спасибо. Барбара? Барбара? Хавиер? Полагаю, ты ждала другого человека. Нет. Нет, просто... Ко мне еще никто не приходил. Ладно, не важно. Зачем ты пришел? Мне сказали, что ты хочешь сказать мне что-то важное. Да. Я пришел сказать, что поймали Андреса Бустаманто. Но как? Когда? Он не ранен? Барбара, я не знаю деталей. Знаю только, что полковник поймал его и теперь накажет по закону. Но Андрес не преступник. Отец ошибается. Он очень несправедлив к нему. Барбара, пойми, он старается спасти твою репутацию. Ценой свободы и жизни Андреса. Тебе кажется это справедливым? А мой отец еще представляет законы правосудия, а сам несправедливо обвиняет человека. К тому же это я организовала этот побег. Я хотела сбежать с Андресом. Барбара. Прости меня. Я принес тебе плохие вести. Ты ведь надеешься еще увидеть его, да? Да, так и будет, Хавьер. Что бы ни делал мой отец. Настанет день, когда мы с Андресом снова будем вместе. Мне не нужно говорить тебе этого. Ты прекрасно знаешь своего отца. Он не допустит, чтобы ты когда-нибудь увидела Пустаманта. Я думала, что знаю отца. Но нет. Я не хочу больше, чтобы этот человек был моим отцом. Я тебя понимаю. Понимаю. Но позволь дать тебе совет, как друг. Послушай. Барбара, забудь этого человека. Пойми, он умрет в тюрьме. Ты ничего не сможешь сделать. Ты имеешь право быть счастливой. Забудь его. Я никогда не забуду Андреса. Даже если меня лишат памяти, мое сердце будет помнить о нем всю жизнь. Барбара. Барбара. Сожалею, но она не хочет говорить с вами. Сестра. Передайте ей, что я еще вернусь. Скоро я поймаю Андреса Пустаманта, и ты больше никогда не увидишь его или я не Мигель Сантана. Ты поймал его. Вышло по-твоему. Господи. Не оставляй меня. Старый ключ. Что ты делаешь? А как ты думаешь? Навожу порядок в вещах полковника. Не видишь? Кто тебе позволил? Если ты забыла, я работаю в этой семье уже больше 20 лет. И я всегда наводила порядок в кабинете полковника. Если мне не изменяет память, тебя снова взяли в этот дом только для того, чтобы ты заботилась о сеньоре Эстер. Только для этого. Не разговаривай со мной так. Нужно поддерживать дом в чистоте, гладить, стирать и убираться. Кто-то ведь должен это делать. Ты согласна со мной? Так как сеньора Эстера заболела, теперь я отдаю приказы в этом доме. И прислога подчиняется мне. Или ты не слышала? Микаэла. А как ты думаешь, кто ты в этом доме? Служанка. Так же, как и я. Не мечтай. Грисель, да мне надоело, что ты все время цепляешься ко мне. У тебя нет на это права. А сейчас сделай одолжение. Выйди отсюда. И больше не смей совать свой нос в вещи полковника. Теперь этим занимаюсь я. Что вы делаете, сеньора? Зачем вы встали с кровати? Вы забыли, что вам нужен полный покой. Любое усилие может причинить вам только вред. Я причиню себе больше вред, если буду лежать в постели. Я хочу удивить своего мужа. И приготовить ему что-нибудь особенное. Это на вас не похоже. Вполне естественно, что вы хотите хорошо выглядеть, чтобы нравиться мужу. Но готовить? Я должна это делать, Грисельда. Как хозяйка дома. Сеньора, вы должны беречь себя. А за полковника не беспокойтесь. Микаэла позаботится о нем. Большим счастьем для нас было встретить Микаэлу. Правда, Грисельда? Что с тобой? Это тебя огорчает? Вы же знаете меня, сеньора. Я всегда относилась к вам хорошо и была честной. Я открою вам глаза на Микаэлу. Не понимаю, Грисельда, что ты имеешь в виду? Донестор, Микаэла не та, за кого себя выдает. О чем ты? Да? Она лицемерка. В монастыре? Барбара монахиня? Франциско де Пауло вернитесь. На свою половину. Да, папа, она в монастыре. Теперь она монахиня. Как сестра Джоанна Инесс Донакрус, честь стихи я вспоминаю. Мужчина, которого ты ищешь? Хорошо, хорошо, я понял, кого ты имеешь в виду. Не говори так с моим сыном. Не ограничивай его свободу. Уж кто ограничивает свободу в этом доме, так это ты, этим своим безумством. И как тебе это только в голову пришло. О чем? Вы единственный человек, у кого отняли свободу, так это Барбара. Мне нужна ваша помощь. Папа, мама, пожалуйста. Это настоящая трагедия. Барбара, невеста Томасито. Нет, минуточку. Берта, не говори так. Невеста Томасито, Филомена. Или ты забыла. Уважай ее. Прошу. Вы меня не слышали? Проблема не во мне, не в полковнике, а в Барбаре. Представляете, как ей тяжело сейчас. Бедняжки. Сидит заперти, она не заслуживает этого. Папа. Сынок. Я вижу, что ты до сих пор любишь ее. Ты отдаешь себе отчет Франциско де Пауло? Ты не должен заставлять его жениться на этой Филомене. Ты же видишь, как он любит Барбару Сантана. Да. Но что мы можем сделать, если она не хочет выходить замуж за него? Насколько я понимаю, она любит Андреса Бустаманте. Папа, пожалуйста, перестаньте спорить. Я должен сказать вам кое-что. Да? Я сам сказал Барбаре, что мы не поженимся. Я сказал, что не хочу жениться на ней. Что? Ты не способен на это, Томас Фонцека. Это ложь. Нет, это правда. Я не мог допустить этой свадьбы. Я хотел помочь Барбаре и доктору Бустаманте. И сейчас я ее не оставлю. Я постараюсь помочь моей подруге. Ты весь в меня, сынок, настоящий мужчина, черт возьми. Замолчи, Пачо. Ты не знаешь, что говоришь. Боже, я сейчас упаду в обморок. Мой сын помог своей невесте сбежать с преступником. Я не могу в это поверить. Не могу. Томасито любит меня. Он любит меня. Поэтому я не хотел жениться на своей невесте. Какое счастье. Он любит меня. Любит. 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 Любит меня. Прости, Грисельда. По-моему, ты просто ревнуешь. Нет, Дуниестер, я клянусь вам. Я очень сомневаюсь в истинных намерениях Микаэлы. С тех пор, как она появилась в этом доме, она делает все, чтобы завоевать ваше доверие и доверие полковника. Она очень хорошая и просто хочет помочь нам. Особенно сейчас, когда я больна. Она потихонечку управляет в этом доме. Она старается казаться доброй и отзывчивой. Но я-то знаю, что это не так. Она мне не нравится, Дуниестер. Грисельда, Микаэла по праву заняла это место. Мы с Мигелем благодарны ей за все, что она для нас делает. Дуниестер, пожалуйста, не верьте ей. Она очень хитрая. И кто знает, что она замышляет. Грисельда. Простите. Пора перекусить. Я принесла вам объем чаю. Нет, спасибо. Но почему, Грисельда? Я приготовила его с любовью. Ты не должна мне ничего готовить, Микаэла. Я всего лишь служанка в этом доме и подчиняюсь тебе. Поэтому ты должна согласиться, Грисельда. Микаэла не должна была тебе ничего готовить, но она позаботилась о тебе. Давай, вместе выпьем чаю. Выпей, пока он горячий. Нет, спасибо. И вы тоже не должны пить этот чай, Дуниестер. Я вам не советую. Он плохо переносится с лекарствами, которые вы пьете. Чашечка чая в день не причинит вреда, Грисельда. Но так велел доктор. Я могу принести вам стакан горячего молока, Дуниестер, если хотите. Но чай вам запрещен. К сожалению, она права, Микаэла. Я должна соблюдать предписание врача. Но в любом случае, спасибо. Я знаю. Знаю, что ты очень старалась. Если таковы предписания врача, что же, сеньора Эстерита? Единственное, что имеет значение для меня, это чтобы вы поправились. Мне принесли плохие вести. Я сожалею. Что случилось? Что-то плохое дома? Это о здоровье моей мамы. С тех пор, как я уехала, ей стало хуже. Бедняжка, она, должно быть, страдает без тебя. Но Господь не оставит ее. Давай помолимся о ее здоровье. Я хочу попросить вас. О чем? Я очень волнуюсь за свою маму. И думаю, что сейчас я нужна ей, как никогда. Поэтому я прошу вас разрешения навестить ее. К сожалению, не в моей власти позволить тебе это. Только твой отец может это сделать. Он отдает приказы. Но вы же не можете отказать мне, тем более при таких обстоятельствах. Если вы не доверяете мне, можете послать со мной нескольких монахинь, чтобы быть уверенной, что я не сбегу. Не знаю, не знаю. Полковник Сантана не доверяет тебе. Разве он не будет рад увидеть меня в этой одежде? Спокойной и смиренной. Разве не этого он хотел? Барбара, поклянись на Библии, что ты не сбежишь. Клянусь, я только навещу маму. Хорошо, хорошо. Посмотрим, что можно сделать. Иди пока в часовню и помолись о здоровье своей мамы. А я приду позже. Спасибо, матушка. Господи, прости меня. Ты знаешь, я должна была солгать. У меня не было другого выбора. Я должна спасти Андреаса. Я знаю, что ты поможешь мне. Бустаманто умрет в тюрьме, и ты ничем не можешь ему помочь. Ты заслуживаешь счастья. Забудь его. Посмотрим, папа. Ты выслушаешь меня. Мария, Грация, что с тобой? Все нормально, Барбара. Я просто думала о матери-настоятельнице. Она рассказывала мне о своем сыне, которого мечтала снова увидеть. С ним что-то случилось? Он недавно умер. А кем был ее сын? Он был заключенным в Форальоне. Его звали Сантос Лебардо. Сантос Лебардо. Я что-то слышала о его смерти. Его смерть была ужасной Барбаро. Матушка Магдалина очень мужественная. Пережить смерть сына нелегко. Бедняжка. Она, наверное, так страдает. Уверена, она мечтала, что однажды увидит его свободным. Она очень любила его. А я мечтала когда-нибудь познакомиться с ним. Ведь она мне столько про него рассказывала. Несмотря на то, что он много грешил, он был хорошим человеком. Проглядь я. Я не могу больше выносить эту боль. Лекарства мне не помогают. Потерпи. Я попробую найти лекарства посильнее. Но отчего такая боль? Это из-за инфекции в ране. Послушай, я знаю, что это непросто. Но постарайся не думать о своей боли. Скажи, что ты собираешься делать, когда выйдешь отсюда? Мы не выберемся отсюда. Никогда. Мы обязательно выберемся. Вот и думай об этом. Так, что ты потом будешь делать? Я хочу... Хочу свернуть шею тому, кто посадил меня сюда. Нет, это не очень хорошие мысли. Но это единственное, что дает мне силы выжить. Не знал, что можно так ненавидеть. Настолько, что ненависть становится единственным смыслом жизни. У тебя, наверное, нет причин кого-то ненавидеть. Никто не разрушал твою жизнь. Не ломал твоих планов. А мысли о ненависти, мести, единственное, что помогает мне выжить здесь. Месть? Нет, я думаю только о любви. Это чувство поддерживает во мне огонь жизни. Вы можете ехать прямиком в дом полковника Сантана. Вы должны вернуться сюда завтра утром. И не задерживайтесь там. И чтобы без фокусов. Да, сестра Вертудес. Да, сестра Вертудес. Как скажете. И не слоняйтесь по деревне, как обычной девушке, которым бы только посплетничать. Не задерживайтесь. Идите сразу в дом полковника. Да, сестра. Ложитесь спать пораньше, примите еду, которую вам предложат, и будьте скромными. Да, и не смотрите на мужчин. Особенно ты, Барбара. Ты еще не забыла мирских радостей. Этот монастырь ничем не отличается от тюрьмы. Вы будете терпеть это всю жизнь? Проклятие! Мы никогда не выберемся отсюда. Никогда! Не говорите так. Я не смог найти ключ от этой двери, но я вышиб ее. Вот что я сделаю. Быстрее! Мой друг не может ждать. Он умирает. Это не так просто. Я не могу принести сюда никакого оружия. Меня могут заметить. Никто не должен догадаться о том, что я знаю об этой двери и помогаю вам. В противном случае, все мы умрем. Вы правы. Но мы не можем сидеть, сложа руки. Конечно, Бустаманте. Не беспокойтесь. Мы с Крисельдой постараемся найти этот ключ. Если нет, то я что-нибудь придумаю. Я найду выход. Спасибо, сержант. Умоляю, не бросайте нас. Вы наши единственные надежды. Что ты здесь делаешь, Мехия? Итак, Томас, как тебе пришло в голову спланировать этот побег? Полковник, я не хотел жениться на вашей дочери. Поэтому во время церемонии потерял сознание. Да? Когда? Вы не помните? После того, как отец Филомена выстрелил. Не помните? Значит, ты спланировал этот побег, а потом притворился, что потерял сознание, чтобы Андрес и Барбара могли сбежать? И да и нет. Я долго репетировал этот обморок. А тогда с отцом Филомена ты тоже притворялся? Если бы. Послушайте, полковник, все, что я хочу сказать, что это моя вина. Я придумал все это, и я помог Барбаре сбежать. Вот как это было. Тогда ты еще глупее, чем я думал. Единственный глупец здесь это вы. Вы предпочитаете потерять свою дочь, вместо того, чтобы помочь ей обрести счастье. Поэтому прошу вас, простите ее и заберите из монастыря, в который вы ее заточили. Ты не имеешь права приходить сюда и просить меня. Я сам решаю, что делать с моей дочерью и сколько держать ее в заперти. Я пришла поговорить с тобой, папа. Фильм озвучен в студии ИНИС по заказу компании Централ Партнершип.